я хочу видеть как ты будешь самостоятельно вызывать полицию давай тебе покажу значит я подсказываю надо встать подойти к телефону набрать номер полиции да да вот ты это посмотришь как то как мы с тобой разговариваем данность надо встать подойти к телефону снять трубку до позвонить в полицию не знаю какой вас номер может быть 100 может быть там 01 00 2 не мнение не знаю и позвонить в полицию сказать да здравствуйте тика не перебивай эти помогаю позвонить в полицию мы звонишь по номеру полиции говоришь здравствуйте тому человеку который тебя спрашивает который ответит здравствуйте я там такой-то такой-то живут там-то по такому-то адресу в таком-то городе прошу приехать по такому-то адресу тика сейчас делать будешь слушай внимательно прошу приехать по такому-то адресу ты знаешь ваш адрес да ты сможешь куда сказать куда они должны приехать вот и скажи вот приезжайте вот нужно нужно что приехала полиция потому что здесь есть например есть какой-то вот такой ребенок странный который бегает по дивану кричит какие-то странные вещи ведет себя странно не хочет заниматься сам надо его забрать в полицию посадить его в тюрьму чтобы там и в тюрьме его наказали и заставили его самого все делать поэтому ты правильно сказал что нужно позвонить полиции сказать что вот маму ребенок не слушается мама просит его сделать что-то для что для него нужно чтобы слышишь вот поэтому надо сейчас встать подойти к телефону набрать номер полиции сказать да я вот такой-то вот за называть свое имя живу там-то в таком-то городе в такой-то улице на вот это улице да вот и вы приезжайте приезжайте спасайте не помощи нет кого ждать не надо ты же собираешься вызвать полицию чтобы вызвать полицию чтобы тебя забрали в полицию куда побежал там телефон разве вот скажи приезжайте забираете меня ведут себя безобразным образом и сам сам себя уговорить не могу но что вы на меня наорали накричали что я такой неправильный молодой человек в школу не хожу делать ничего не хочу пожалуйста меня накажите да так а теперь откладывайте его в сторону и и давай-ка сначала мы напишем заявление в полицию ты разве позвонил разве тебе кто-то ответил что-то не верится да 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 расскажи как что вот в этом в твоем доме живет один нехороший мальчик которого зовут я и которого нужно срочно забрать в полицию в том числе чтобы от него родители от меня родители отдохнули нет не володя полиция надо еще стенки покричи также глупо будет выглядеть так а сейчас молодой человек откладываешь телефон сторону и давай сейчас мы с тобой попишем чтобы было видно что не все так плохо что не обязательно полиции тебя забирать что ты можешь и сам писать не обязательно этого полицию вызывать товарищ мама создаем условие для того чтобы он сейчас у него было что-то под рукой чтобы он взял сам и написал принципе пожалуйста либо перемести его туда окладывай телефон подвести 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 так бери ручку ручку бери умничка молодец теперь подумал что ты хорошего хочешь написать сейчас ты очень красиво пишешь кстати говоря вот я с мамой об этом говорил ты очень хорошо пишешь эти очень красивые буквы очень ты и расстояние правильно делаешь между цифрами буквами ты стараешься что было красиво вот напиши что-нибудь тоже красиво покажи как ты красиво пишешь вот эти вылуты очень хорошо пишешь очень красивый твой почерк говорит о том что ты внутри очень хороший правильный человек очень старательный стараешься что все было сделано хорошо красиво вот напишем напишем твоих хорошие свойства сейчас давай сделаем так напиши пункт 1 мои хорошие свойства напиши это просто мои хорошие свойства я я хороший в топ я хороший напиши красиво чтобы было видно вот и напиши там пункт 1 я хороший и я красиво пишу цифра 1 . и вот я красиво пишу мне действительно очень нравится то как ты пишешь красиво ты стараешься буквы у тебя ровные и красивые да я хороший вот и конкретно напишем в чем вот и хорошо пишешь ты лучше пишем другие дети и взрослые поэтому ты хороший действительно напиши напиши это и я и я красиво пишу улыбаешься внутренне подсказываю как правильно делать когда хочешь что-то делать ты сначала внутренне улыбаешься те становится приятно и пока когда тебе приятно ты начинаешь делать вот еще записываю это на видео я тебе потом это пришлю чтобы ты вот видел как против проходила наша беседа и вот какой был результат интересный давай напиши пожалуйста и вот и вот идет запись эти не просто включил так лишь еще подставил чтобы не держать руках и сейчас действительно идет запись вот посмотрите вот покажу вот смотри видишь вот идет запись видишь рекорды вот идет видеозапись я тебе вот вышли потом сегодня это видеозапись ты сможешь на себя сам посмотреть как вот это происходило хорошо это я делаю для тебя вот давай сейчас напишем я хорошо пишу вот ты напиши покажи мне это вот как ты написала улыбаешься сначала нужно чтобы то что ты делаешь чтобы тебе было приятно сначала ты делаешь себе приятно и на фоне этого приятно ты пишешь решаешь задачки помогаешь маме потому что тебе приятно ты написал ты написал это я хорошо пишу да я тебя попросил покажи мне то что ты написал я хочу увидеть как ты написал почему ты включишь нет я совершенно не это просил написать во вторых ты сейчас баловался ты не написал красиво такие огромные буквы корявые в разные стороны напиши так как ты умеешь красиво писать своей рукой до своей понимаешь теперь твоя рука должна писать сама без маминой помощи нет ты не прав полиции работ по-другому это их вызывают они приезжают за всякими безобразниками ты не поедешь тебя там никто не ждет а вот за тобой без твоего желания могут приехать полиция работает напиши напиши я красиво пишу напиши без глупостей вот только запишите три слова я красиво пишу улыбаешься сначала сначала ты улыбаешься а потом пишешь я красиво пишу напиши напиши это своей рукой посмотри руку посмотри свою руку пощупай и почувствуй свою руку не ты забыл улыбнуться сначала улыбнись тебя в угол поставить надо да по-другому ты никак голосу включить не можешь или тебя нужно где-нибудь в какой-то темной комнате закрыть и чтобы ты там сидел и не выходил никому не мешал своими глупостями так пишем я тебя не просил написать что ты поедешь в полицию или ты пойдешь в туалет ты будешь там три часа сидеть а ну попрекати ну что такое не ну что такое умничка стопа да стоп стоп улыбнись мне очень неприятно на тебя повышать голос не вынуждай меня к этому пожалуйста я стараюсь тебе помочь моги себе сам прежде всего а то будешь как динозавр на майке твоей прекратить ты учти ты выглядишь ты выглядишь сейчас очень некрасиво а вот это сможешь увидеть вот буквально вот мы закончим разговаривать я тебе вышли вот этого видеозапись через какое-то время и ты будешь смотреть на себя со стороны будешь видеть какого-то мальчика будешь видеть какого-то мальчика который себя странно как-то ведет будешь возмущаться ой какой он неправильный как он себя некрасиво ведет и вдруг поймешь что это ты этот мальчик неправильно это ты говорит глупости какие-то так и хочется вызвать полицию чтобы забрали его побеседовали с ним по душам там сказать что что ж ты так все плохо ведешь то опять-таки я говорю про полицию только по одной простой причине это не была моя интенсива это твои слова это ты стал говорить о том что ты полицию вызовешь так пишем я красиво пишу рука пишет сама и красивый старается пожалуйста напиши красиво покажи мне а я тебе вот вышлю запись того как ты красиво написала уже ты уже написал написал да красиво может большими может маленькими может прописными может срочными как тебе как тебе что было главное что было красиво пойми все что ты делаешь оно должно быть красивым правильным красиво пишу пишу скажи пожалуйста ты вот писал 19 декабря на бумажка и домашняя работа упражнение номер такое 9 страница 10 до верхушка вверх бегун бег кормушка корм это ты писал такое или нет подожди это вот и раньше вот нему мама присылала что-то если ни с кем не путаю секундочку мне вам присылала покажи пожалуйста свои эти то что ты нарисовал вот так тебе давай давай сравним вот это вот посмотри ой и сейчас я это запишу на видео и покажу тебе потом видеокамеры вот есть очень большая разница в том что как ты писал с маминой рукой и только своей посады вот так вот и писал раньше да это ты вместе с вами на рукой писала а вот посмотри как ты написал сейчас без маминой руки покажи пожалуйста мне чтобы это тоже мог увидеть пока покажи листочек камере поднеси вот возьми листочек и вот так вот его камере да вот совсем разные совсем разные вот это вот и вот вот это вот твоя задача писать красиво как ты писал раньше но без маминой руки а только своей своими руками можешь попробовать двумя руками писать с разными и левой и правой все перерыв на сегодня хватит ты тоже устал правда для тебя это было непривычно изменение такое но я тебе хочу сказать одну вещь ты сейчас писал сам без маминой руки ты понимаешь что ты молодец ты писал сейчас сам да это значит ты можешь писать сам да поэтому пишите теперь пожалуйста только сам один своей рукой хорошо и со временем старайся что рука писала красиво чтобы там были те же ощущения в руке плавные которые есть когда мама руку поддерживает хорошо то же самое только без маминой руки ты же мамину руку не поддерживаешь когда напишет она сама пишет правильно вот так что ты сегодня еще потренируйся сам писать тоже маму тебя записывать на видео и пришлет тоже мне чтобы я мог посмотреть как ты замечательно сам умею сделать из каждым днем будет должно быть все лучше и лучше понятно умничка молодец ждать тебя новых хороших результатов следующий раз мы с тобой будем писать на английском он достану и он и вот он уже убежал все понятно так летит и делал запись значит я ну не знаю в течение сегодняшнего дня перенесутся это с фотоаппарата скажем так на который запись на компьютер и вам вышли тоже может может быть интересно без топом объем записи будет большой вероятно мне нужно привести в другой формат то есть это может занять время может не сегодня вышли завтра там в коем случае послезавтра думаю сегодня ну замечательно он писаться он писал сам и так оно и должно быть он должен будет писать сам и его нужно будет поддерживать следующий раз вот я специально заинтересовал мы будем на английском это делать а пусть он пока потренируется сам писать на английском ну и так далее то есть нужно чтобы это было интересно что вот нет пусть он пишет сначала пусть он мне напишет что-нибудь печатными буквами обычными потом печатными буквами нормальными нормального размера размеров прописные а потом прописными и мысли то есть потренируется потом мы вместе с ним будем это делать тоже под видеозапись но я уже будут записывать другим каким-то устройством и проще будет переслать просто это оказалось под рукой хорошо я поняла я поняла да на сегодня на сегодня все но буквально завтра можно будет если надо будет сегодня тоже днем то есть пусть он реально добавить что он постоянно работает что-то интересное делает не нечто капризное обезьяно подобное которое только вот но проявляйте одно уровне капризов уже не знает какие капризы как выхтов выдать как бы там поорать на бабушку например еще чтобы он себя именно проявлял минутах как мужчина созидающий ответственный давид у меня большая просьба еще можно будет как будет время с бабушкой с нашей но само собой само